Управление пенсионного фонда совместно со службой судебных приставов продолжают рейды по взысканию задолженности по медицинскому пенсионному страхованию. Наша съемочная группа отправилась с представителями закона в один из таких рейдов. Подробнее в сюжете. Визит судебных приставов мало кого радует, особенно тех, кто не исполняет свои обязательства. У владелицы продуктового магазина на улице Сумской Ирины Андросовой задолженность перед пенсионным фондом составляет 65 тысяч рублей. Чтобы накопить такую сумму, рассказывают специалисты, предпринимательница не делала отчисления в пенсионный фонд на протяжении трех лет. Вам необходимо было 50% ежедневно с кассы перечислять на депозитный счет судебных приставов в спонте или счет погашения задолженности. Да, я, честно сказать, не знала этого. Прямо на месте делают расчет кассы и пристав изымает половину утренней выручки – 700 рублей. Этой суммы, конечно, не хватит, чтобы расплатиться с пенсионным фондом, но в любом случае часть долга теперь погашена. Судебные приставы продолжают работать с владелицей торговой точки. И от ответственности уйти не получится. Вы будете перечислять владелец приставов в штраф в бизнес-местиве. Вторым неплательщиком в списке оказался магазин детских игрушек. Сумма долга перед пенсионным фондом здесь составляет 131 тысячу рублей. Продавцы говорят, что о задолженности не знают. Судебный пристав вручает повестку. Заплатить взносы работодатель обязан до 3 декабря этого года. Если в течение пяти дней для добровольного исполнения должник организации не погашает задолженность, выносится сбор в размере 7% от суммы, но не менее 10 тысяч рублей для должника организации. Затем после вручения требования предоставлять документы, если не предоставляются эти документы, привлекается к административной ответственности. Затем обращается взыскание на денежные средства, накладывается арест на имущество. Неуплата в пенсионный фонд – это лишение работодателям достойной пенсии своих сотрудников. Работодатель обязан уплачивать обязательное пенсионное страхование, взносы и взносы на обязательное медицинское страхование. В связи с этим рейды в отношении них будут продолжаться. На сегодняшний день долги перед пенсионным фондом и фондом социального страхования в Белгороде составляют 17,5 миллионов рублей. А это значит, предстоит немало работы по их взысканию. Олеся Веденеева, Дмитрий Ярема. К этому часу. Белгород.